всем привет сегодняшнем видео я хотел бы поговорить о предстоящих выборах в бундестаг в следующем году в 2025 и конкретно рассмотреть кандидатуру одной дамы эпатажной дамы которая мечтает вот уже второй раз стать бундесканцлером это аналена бербок сегодняшний министр иностранных дел германии и утверждающая что она вполне состоялась как политик международный политик и она вполне реально может стать бундесканцлером германии она этого достигла вернее она уже не то что достигла она созрела для того чтобы народ ее выбрал так вот для тех русскоговорящих жителей германии которые избирают зеленых считают что зеленые это круто это правильно это действительно то что нам необходимо в стране это видео именно для них ну и конечно для других людей чтобы послушать как мы тут иногда культурно спорим в нашем политклубе на канале ол дачман ну и сделать выводы на будущее так вот вот и сейчас видите я еду по дороге вокруг везде все зелено красиво деревья где там кустики растут где лесопосадки где поля и так далее сейчас я буду проезжать одно маленькое такое место вот впереди по левой стороне вот посмотрите это солнечные батареи такое по немецкому называется анлага занимает огромнейшее поле под этими солнечными батареями растет просто какая-то трава бурьян просто бурьян растет так вот если те люди которые изберут аналену бербок на следующий год бунды с канцлером вернее постараются сделать так чтобы она пришла к власти они обязаны будут распрощаться с зелеными насаждениями по всей стране так как аналена бербок в силу своей безграмотности вообще не то что филологической безграмотности а именно политической безграмотности и научно-экономической она не понимает что самыми лучшими уничтожителями углекислого газа угарного газа являются зеленые насаждения она этого не понимает она требует чтобы по всей стране стояли или ветряные мельницы вот эти вот с лопастями огромные ветряки якобы работающие от ветра но их запускает сначала электричество электричество идет от атомной станции атомной станции в германии не работают атомная энергия покупается во франции все пункт мы приехали так вот и хочет чтобы как можно больше было солнечных вот этих вот батарей по всей стране понатыкано понаставлено для того чтобы страна пользовалась возобновляемой энергией а теперь давайте посмотрим на вот эту вот несуразность всей этой идеи зеленых партии которых она принадлежит если для того для того чтобы произвести все эти батареи это нужно огромное количество заводов огромное количество фабрик создающих компоненты комплектующие к этим батареям ну да ладно и для того чтобы все это построить установить на полях это нужно вырубить леса это нужно вырубить огромнейшие территории зеленых насаждений для того чтобы осуществить мечту зеленых партии зеленых в числе которых находятся и это аналена бербок и достичь вот это вот зеленого безумия в стране чтобы потом с нас смеялись все люди по всему миру мало того что аналена бербок как министр иностранных дел выставляет не только себя но и всю страну на посмешище указывая каким-то странам неважно будь то россия будь то сенегал или еще какая-нибудь страна указывая этим странам на то что они неправильно живут ей не нравится как в этих странах руководство находится власти они обязаны прислушаться к ее советам это это вообще-то сумбур это 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 женщина которая лезет в чужие внутриполитические дела вместо того чтобы заниматься своей страной и внешней и внешней политикой своей страны когда началась украинская российская война аналена бербок выступая в праге на одной из из встреч между немецкими и чешскими политиками там была встреча посвященная вот этим вот вооружением которые украина хочет получить от запада и тогда так было два года назад ей задали вопрос скажите пожалуйста вот вы говорили что ваша партия выступает за не распространение не продажу оружия в горячие точки в страны в которых идет война вы утверждаете что вы пойдете на все для того чтобы украина победила вы готовы отправлять украине не только вооружение но и отряды бундесвера а как же эти люди которые вас избрали на что аналена бербок открыто за это был скандал это был дикий скандал она открыто заявила этим журналистам мне плевать на народ германии до тех пор пока на украине идет война многие журналисты сразу высказали свое такое предположение ну раз тебе плевать на народ германии дорогая моя может быть тебе просто стоит завербоваться министром иностранных дел на украине может быть там для тебя найдется место многие журналисты были в шоке многие журналисты не могли понять как так так как такое может вообще министр иностранных дел страны заявить вот так вот открыто о своих избирателях о своем населении следом за ней начал повторять это некто антон хофф райтер такой эпатажный политик среди партии зеленых мне так кажется он единственный в этой партии у кого высшее образование он биолог по образованию он изучал химию он изучал биологию он закончил институт университет он потом работал по своей профессии очень долго но самой школы он уже был в парке зеленых вот этот антон хофф райтер это вообще настолько эпатажный человек что нормальных слов подобрать к его описанию невозможность поэтому оставим его в покое у меня сейчас другая тема у меня сейчас она лена бербок во первых через некоторое время у нас будут здесь выборы в европарламент и от того кого мы изберем европарламент зависит будущее не только европы но в первую очередь будущее германии потому что все вот эти вот политики которые заседают еврокомиссары которые заседают европарламенте если они принимают какие-то законы резолюции и указания то все евро европейские страны входящие в евросообщество они обязаны следовать этим законам следовать этим указаниям в противном случае эти страны будут наказываться грубо говоря рублем то есть отключаются какие-то денежные помощи отключаются какие-то дотации какие-то вот эти вот как они называются блин не транш елки-палки подскажите когда выигрывает тренд какой-то вот допустим вот страна какая-то развивает какой-то там у себя проект и на развитие этого проекта она получает какие-то деньги так вот даже такие вот проекты какие-то проекты будут включать этим странам если они отказываются следовать указаниям европарламента зеленые ужасно сильно хотят попасть в этот европарламент но также она лена бербок со своим вот этим вот партнером робертом хабеком министром экономики германии и окружающей среды утверждают что они готовы стать канцлерами германии и даже сейчас у них началась между собой на такая вот грызня пока она еще эта грызня идет совсем тихо очень тихо аналена бербок теряет рейтинг в своей партии из-за своих некоторых вот таких вот глупых высказываний не только на международной арене но и внутри страны журналисты приписывают роберту хабеку продвижение и рейтинг выше чем у аналены бербок но он готов с удовольствием передать все свои вот эти вот пункты если к примеру действительно у них дойдет вот это вот до выборов в бундестаг и до выборов в бундесканцлеры он готов передать аналене бербок все свои пункты для того чтобы она стала бундесканцлером я вам уже вначале сказал вы можете себе представить если вот это вот эпатажная дама станет действительно бундесканцлером в стране практически 50 процентов всей страны будут нафиг вырублены вот эти зеленые массивы будут вырезаны вырублены и на на этом месте будут построены поставлены вот эти вот солнечные батареи везде будет кричаться о том что простые машины работающие на двигателях внутреннего сгорания бензиновые солярочные они просто обязаны быть уничтожены потому что они якобы загрязняют окружающую среду но ребята посмотрите вот сейчас вот машины производятся здесь с катализатором шестым а то и даже уже седьмым и причем этот катализатор он настолько мощно очищает выхлопные газы вот вы видите передо мной сейчас едут машинки старый mercedes у которого может быть катализатор тройка передо мной едет seat leon из выхлопных труб у этих машин но нифига не видно никакого дыма никакого никакой гарри это говорит о том что катализаторы которые производятся сегодня в европе автоиндустрии они намного надежнее и намного экологичнее чем к примеру те же самые электромоторы на электрокарах потому что по лабораторным исследованиям уже доказано причем доказано несколько лет назад что электрокары загрязняют окружающую среду похлеще старых дизелей вот вам и ответ на то что почему многие люди отказываются до сих пор покупать себе электрокары во первых это не рентабельно во вторых когда приходит время менять аккумулятор на вот этом электрокаре то нужно заплатить как минимум 27000 если это касается теслы минимум 27000 через шесть-семь лет пользования этой машиной а не проще ли купить новую машину потому что ты заплатил за аккумулятор но трансмиссия то ходовая все портится все гниет все ржавеет то что же нужно менять это каким безмозглым надо быть чтобы на ржавой тесле поменять только один аккумулятор и кататься на ней дальше но она лену бербок и ее окружение это не интересует она готова положить жизнь и благоустройство своего благосостояния населения своей страны на колени поставить всех на колени перед каким-то блин непонятно мировым то ли сообществом то ли чем она готова пожертвовать всеми людьми в стране даже теми которые ее избирали ради идей каких-то непонятно местечковых царьков которые требуют от нее допустим какой-то денежной помощи или какой-то военной помощи или еще чего-то просто требует просто просто она точно так же как курсула фон дер лайн она обещает всем помочь обещает всем все раздать вот так просто безвозмездно только за то чтобы эти люди которым она все это раздает дарит и обещает раздать чтобы эти люди голосовали за нее и агитировали местное население голосовать за она лену бербок но это вы знаете это ни в какие рамки блин не лезет потому что так я еду прямо потому что если бы эта дама хотя бы хотя бы владела немецкой речью хотя бы умела правильно изъяснять свои мысли которые приходят в ее вот эту вот министрскую голову министерскую голову пардон то может быть на нее смотрели бы несколько иначе люди которые от которых зависит ее политическое будущее но сейчас я вам скажу одну маленькую вещь сколько зарабатывает эта дама в месяц зарплата аналены бербок и также как других министров в месяц оценивается приблизительно сумму от 25 тысяч до 28 тысяч евро это на полном серьезе если зарплата бундес канцлера у нас по всем вот этим вот по всем статьям по всем его должностям и так далее округленно укладывается в сумму почти в 30 тысяч евро то зарплата аналены бербок оценивается почти в двадцать шесть двадцать семь тысяч это среднее число вы не верите посмотрите пожалуйста сами на сайтах открыт между прочим сайты это открытые правительственные сайты немецкие вы можете там посмотреть здесь все это прозрачно здесь можно увидеть кто из них как зарабатывает и куда все это тратится например чтобы аналена бербок выглядела красиво выглядела причесаны и так далее она тратит на своего парикмахера за один поход пятнадцать тысяч вы можете себе представить она на одну прическу в месяц тратит пятнадцать тысяч евро в эту сумму входят услуги парикмахера услуги косметолога услуги стилиста эскорт который сопровождает аналену бербок до парикмахерской и обратно ну и чаевые куда уходят деньги блин налогоплательщиков фиг его знает но факт остается фактом то есть это те люди которые она относится к тем людям которые считают что население страны настолько глупо что если этому населению сказать избирайте меня и вам будет хорошо то население поверит население уже перестало верить этому правительству которое сегодня находится у власти потому что все те косяки все те ошибки все те залеты которые это правительство совершило за вот эти вот три года они просто не поддаются никакому описанию и объяснению со стороны не только политологов но и вообще журналистов аналитиков да и простых людей потому что блин ну сами посмотрите это что это это знаете вот вам вот вам один пример вот эти вот климоактивисты которые клеятся жопами на асфальт вот сейчас кстати наступает жаркая погода и эти климоактивисты сейчас начнут вылезать и клеится к асфальту для того чтобы перекрывать на перекрестках вот как вот этот вот перекресток движение машин они якобы кричат что нужно отказаться от разработок вот этих вот нефтяных газовых угольных и так далее нужно отказаться от двигателей внутреннего сгорания но они не понимают того что когда они садятся вот задницами на асфальт клеятся клеем к этому асфальту создаются вот эти вот пробки на дорогах и идет намного больший выхлоп угарного газа чем если просто машины едут по этой же самой дороге так вот вы не поверите но спонсорами крытыми спонсорами вот этих вот климоактивистов у нас их называют асфальт клеберы то есть клебер это тот кто клеится или клей или клеящийся асфальт клеберы вот эти вот одними из теневых спонсоров вот этих вот ненормальных гоблинов является партия зеленых именно партия зеленых спонсирует вот этих вот граждан которые студенты безработные которые любят халяву то есть за одну такую акцию они ну она лена бербок тоже имеет к ним отношение поэтому я и говорю вот в эту тему они получают в прошлом году они получали 250 евро за одну разовую акцию вот эти вот людишки которые клеятся задницами к асфальту и вот это вот управление этой партии зеленых она лена бербок вот это Рикардо ланг Роберт Хабек там вот это Рината Кюнаст Клаудия Рот тоже одна из таких вот домохозяек которая пыталась после школы поступить в театральное отучилась два семестра бросила и больше нигде не работала нигде не училась короче дама без образования грубо говоря домохозяйка которая руководствуется в своей политической карьере тезисом Владимира Ильича Ленина о том что при социализме даже кухарка сможет управлять государством но тоже касается социализма здесь увы не социализм здесь совершенно другой политический строй но Клаудию Рот это не касается она считает что раз она кухарка то она тоже может управлять государством она как-то заявляла что она вполне состоялась как мировой политик и она готова стать бундесканцлером вот представьте себе если Клаудия Рот станет бундесканцлером это с нас будут смеяться даже зулусы в Африке не то что блин мировые державы с нас будут все смеяться и павианы тоже блин вот так вот касательно вот этой вот Аналины Бербок она прекрасно знает куда уходят все эти партийные деньги она прекрасно понимает все что творит ее партия она прекрасно понимает в чем замешаны ее вот эти вот как говорится портай геносцы да но тем не менее набравшись наглости и сделав морду кирпичом она утверждает что только единственная ее партия партия зеленых смогла да вернее при управлении партии зеленых вот пока они находятся в бундестаге там своим меньшинством страна достигла такого вот сумасшедшего экономического роста падения инфляции и так далее если я вот касаясь вот этой вот вопроса инфляции то я хотел бы просто этого Аналину Бербок спросить дорогая ты вообще понимаешь что такое падение инфляции это когда же цены в магазинах опускаются это когда цены на бензин на солярку на топливо вообще тоже опускаются но вы говорите все хором о том что экономика у нас растет прогресс налицо инфляция понижается но тем не менее с момента наступления короны и до сегодня вот уже прошло 4 года ребята у меня камера трясется потому что держатель фиговый фиговый блин и в этом виноваты зеленые блин если бы это были не зеленые следующим спонсором моего выпуска будет партия ЦСУ ХСС христианско-социальный союз вот при этом союзе камера не трясется а пока я говорю о зеленых камера трясется вот так вот за эти 4 года пока была пандемия и так далее начался рост инфляции только на молоко цены взлетели в два с половиной раза только на молоко я не говорю уже про хлеб про сливочное масло и так далее а если касаться вообще покупки продуктов в целом то вот вам пример я не буду снимать таких вот видео как делают многие видеоблогеры здесь живущие в Германии они идут в магазин неважно Lidl или Aldi или Kaufland что-то там покупают показывают все что они купили потом приносят это домой рассказывают сколько они потратили в принципе может кому-то это интересно но большинству людей это у большинства людей это не вызывает никакого интереса поэтому вот это я это снимать я точно не буду я вам просто скажу для сравнения до начала пандемии и я так пионеры вперед вперед давай 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 едь до начала пандемии если я шел в магазин я набирал полную телегу товара там были продукты питания там было молоко масло хлеб мясо все что необходимо фрукты овощи и тратил на полную телегу действительно полная с горой я тратил максимум 70 75 евро это если мы касаемся магазина Lidl но теперь же когда пошел рост инфляции и так успеваем конечно успеваем то сегодня для того чтобы мне набрать вот так же примерно полную телегу вот этих вот продуктов питания абсолютно всех что мне вот необходимо к примеру на неделю я должен уже выложить минимум 110 а то и 120 евро чувствуете разницу и вот это зеленые говорят что у нас благодаря им снизился уровень инфляции у нас стало жить лучше жить стало веселее хорошо и так далее где же стало жить лучше ребята где же стало жить лучше благодаря вот этим вот зеленым и этой аналине бербок в том числе у нас сейчас идет настолько сумасшедшая волна вот этой вот миграции из африканских стран что это просто поражаешься тому как вот вообще вот уже местные люди сами не бегут из страны хотя ежегодно германию по тем или иным причинам покидает до 15 тысяч местного населения коренного населения они уезжают в другие страны потому что и половине из этого населения вернее половине из этого числа людей не нравится политическое устройство в стране не нравится политическая власть не нравится то как у нас министры себя ведут им это все не нравится их можно понять их можно понять но если бежать отсюда то кто же здесь останется приедет сюда вот это вот половина африки и они будут здесь кентоваться тусоваться да нет ребята нет если они сюда приезжают то как наши зеленые министры кричат нам нужны рабочие руки из-за границы потому что своих мы не можем заставить работать что значит не можете заставить работать вы призываете каких-то беженцев приезжающих сюда жрущих социальную помощь социальные пособия вы позволяете им жить на пособие на эту халяву и зовете еще больше этих беженцев это что получается это как блин цепная реакция это чертово колесо получается или как я не знаю просто хотите чтобы местное население которые живут десятилетиями поколениями нигде не работают вы хотите чтобы они работали так урежьте им пособие бы урежьте пособие сделайте так чтобы эти люди которые не хотят работать но кричат о том что иностранцы позабирали у них работу чтобы они начали работать элементарно урежьте им пособие и принудите их идти на работу зачем лучше они будут сидеть вот эти вот половина гдр в первую очередь половина гдр овских вот этих вот жителей это очень большая безработица огромнейший уровень безработицы на территории бывший гдр так вот лучше они там будут сидеть нигде не работать но возмущаться по поводу иностранцев и пытаться избирать популистские партии в бундестаг якобы эти партии обещают повыгонять всех иностранцев нелегалов и так далее из страны чем пойдут работать понимаете и эту она лену бербок это все устраивает она считает что это часть мировой политики это часть экономического развития страны да какое же нафиг развитие страны глупо это елки-палки женщина ты хотя бы к логопеду сходила для того чтобы поставить свою речь она же по-немецки даже нормально разговаривать не может и все свои однопартийцы едва-едва понимают если она говорит то она несет какую-то чушь причем такую чушь то ой блин знаете это такая тема ну и он нафиг короче в общем ребята мое мнение по этой даме вы знаете поэтому дальше смысла продолжать этот разговор по вот этой вот даме которая мечтает стать бундесканцером не имеет смысла в одном я уверен ей никогда не быть бундесканцером в стране никогда бундесканцером